Зеленая лужайка, пасутся козочки. Рядом река. В 22-м году хозяйство Павла Груздева выиграло грант агротуризма. Почти полтора миллиона рублей на эти средства фермеры приобрели жерновую мельницу, построили пекарню, русскую печь и два гостевых домика. Они подходят как для отдыха летом, так и зимой. Выходные уже расписаны до августа. Желающие отдохнуть на природе приезжают даже в будни. Поэтому в планах у фермеров расширяться. Идеи очень много, что мы хотим сделать. Участок у нас большой, позволяет. Мы будем расчищать, строить, может быть, небольшие домики, более бюджетные. Может быть, будем просто места для палаток организовывать, чтобы сдавать людям, которые захотят просто пожить, приехать в палаточки на берегу реки. Почему бы и нет? Чтобы построить гостевые домики, пришлось изрядно потрудиться. Это выпилить деревья, подготовить площадку, провести электричество, выкопать колодец, залить фундамент. Но, вспоминают хозяева, удалось им это довольно легко. Отдыхающие могут прогуляться по хозяйству, в котором содержатся козы, куры и другие домашние животные. Гостям фермеры дарят свою выпечку, сырную тарелку, а также устраивают мастер-классы. Например, по приготовлению хлеба. В ближайший месяц станут доступны прогулки на велосипедах или лодочках. У нас они уже есть, нам их осталось просто оформить в некую такую путеводительную карту, чтобы гости могли сами, то есть мы эту карту выдавали. Вот, мы сейчас тоже, вот у нас есть задание у дизайнера, он делает карту Йолнати, например, со всеми пунктами, где у нас какие ремесленники живут, потому что это в основном семейные мастерские домашние, то есть за домом какая-то мастерская столярная, либо там художественная. Вот, и мы про них всегда рассказываем. Это первый проект по гранту агротуризма. Результат спустя два года впечатляет, делится Денис Черкесов. Размер гранта составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от объема средств, вложенных самим предпринимателем в реализацию проекта. Гранты на агротуризм даются только фермерским хозяйствам, тем хозяйствам, которые занимаются сельхозпроизводством или переработкой сельхозпродукции. Причем очень важное условие, что доход от туризма не должен превышать 30% от общего дохода. То есть все-таки это дополнительный доход для тех, кто занимается сельским хозяйством. Сейчас в нашем регионе есть еще два гранта-получателя из Ивановского и Юревецкого районов. Алина Марычева, телекомпания БАРС.